Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Президент Египетско-Российского университета подписал протокол СКФУ. Вот это уикенд. Прошедший выходной для пиарщиков запомнится надолго. В это трудно поверить. Время внутри нас начало свой отчет. Президент Египетско-Российского университета посетил Казанский федеральный университет. Между вузами был подписан протокол о намерениях. Что подразумевает сотрудничество между университетами, смотри в сюжете Артем Тупичкина. За время своего визита в Казанский федеральный университет шериф Акхри Мохаммед Абд-эль-Наби посетил музей истории КФУ, химический институт имени Бутлерова, инженерный институт, а также институты физики и фундаментальной медицины и биологии. После ряда экскурсий президент Египетско-Российского ууза встретился с сотрудниками Казанского федерального университета. Встреча прошла под руководством проректора по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух вузов. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях между Казанским федеральным и Египетско-Российским университетами. Договор предполагает сотрудничество вузов в научной и культурной сферах. В протоколе обозначат рамки сотрудничества. Также он подразумевает обмен студентами, преподавательским составом и, конечно, культурный обмен между нашими странами. Договор поспособствует развитию образовательного процесса в обоих университетах, а также развитию финансовых и научных возможностей. В Египетско-Российском университете три факультета – фармакологический, инженерный и стоматологический. В сотрудничестве в этих направлениях и заинтересован зарубежный вуз. Артем Тупичкин, Денис Панкратов, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Свои выходные можно провести по-разному, прогуляться с друзьями, заняться домашними делами, а можно посетить пиар-уикенд. Именно так и сделали герои нашего следующего сюжета. О том, чем запомнились эти выходные участникам форума, расскажет Анна Глазунова. 21 и 22 октября состоялся ежегодный пиар-уикенд для студентов первого курса направления рекламы и связи с общественностью и медиакоммуникации Казанского университета. Всех пришедших студентов объединила сфера рекламы и пиар. В рамках двудневного форума участники погрузились в профессию и познакомились с азами выбранного ими направления. Раньше я думал, что пиар, это как в социальных сетях, да, пропиарить свою страничку. Но сейчас, когда я пришел сюда, я начал узнавать что-то новое для себя, как бы расширил свои границы. Я сам работаю в рекламном агентстве и хочу развить какой-либо медиаресурс в будущем для себя. Я была связана с искусством. Я была в мире балетей и как бы уже профессионал в этом деле. Я считаю, что пиар, вот эти связи с общественностью, очень связаны с искусством, так как пиар-специалист, он как актер для зрителя. А зрители – это люди, на которых мы влияем, с которыми мы работаем. Ученники побывали на мастер-классах ведущих казанских специалистов в области рекламы и пиар, многие из которых являются выпускниками Казанского университета. Приглашенные спикеры рассказали о том, каким должен быть специалист по связям с общественностью, чего стоит ждать от будущей профессии. Чтобы будущие специалисты, которые только пришли, которые пока не понимают, чем они будут заниматься, что это за специальность, что это за профессия, чтобы они могли как-то адаптироваться в этой среде, послушать специалистов, понять, что им интересно, чего они хотят, чем они хотят заниматься. Помимо мастер-классов студентов удивляли тематическими викторинами и конкурсами. В конце первого дня для участников прошел Open Talk. Там студенты-первокурсники смогли задать каверзные вопросы выпускникам и магистрам направления рекламы и связи с общественностью Казанского университета. За беседой в атмосферной обстановке студенты узнали много интересных и полезных советов. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Студентов из Ирана не на шутку заинтересовал Казанский федеральный. В чем кроется настоящая причина, выяснила наш корреспондент. Исламифар Мехрат приехал в Россию из Ирана, чтобы получить высшее образование. Группа из 15 соотечественников Мехрата уже приступила к учебе в Елабушском институте Казанского университета. Повторяю. Врач. Кто или что? Врач. Кто? Огушевленная, неогушевленная? Сегодня перед ними стоит непростая задача. За год не только освоить русский язык, но и подготовиться к учебе в университете по выбранному профилю. Конечно, тяжелый язык, но мне понравится, потому что у русского языка есть очень красивый стихий, очень культурный язык. Иранские студенты уже знают, какую профессию хотят получить в России. Кто-то планирует обучение на медицинском профиле, другие хотят продолжить заниматься в Елабушском институте Казанского университета. Раньше я изучала русский язык в университете в Иране, но я приехала здесь, потому что мой разговор будет лучше. После этого я буду преподавать русский язык в Иране. Как признаются иранцы, такие курсы вызывают большой интерес. Так, в начале учебного года в Елабушском институте было рассмотрено более 70 заявлений от желающих. Сейчас там проходят первые тестовые занятия. Анна Глазунова, Шат Ахмадеев, Айдар Салихов, Универньюз. За миллионы лет жизнь адаптировалась к вращению планеты. Давным-давно известно, что у нас есть внутренние биологические часы, которые предвосхищают и адаптируются ко времени суток. Вечером хочется заснуть, а утром проснуться. При этом гормоны выбрасываются в кровь строго по расписанию, вследствие чего способности поведения становятся зависимыми от времени. Но как работают эти внутренние часы, мы расскажем прямо сейчас. Жизнь Земле подчиняется ритму, который задает вращение планеты вокруг себя и вокруг Солнца. У большинства живых организмов тоже есть такой механизм. Так называемые внутренние часы, позволяющие жить сообразно этому ритму. Ученые США Джеффри Холл, Майкл Росбыш и Майкл Янг заглянули внутрь нашего организма и смогли увидеть, как работают наши биологические часы. Открытие вызвало настоящий фурор в мировых научных кругах. И исследователи были удостоены Нобелевской премии. Объектами для эксперимента служили мушки-дрозофилы. Благодаря им генетикам удалось вычислить ген, контролирующий ритм жизни. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается в клетках по ночам и медленно утилизируется днем. Сейчас биологам ясно, что механизм, регулирующий распорядок дня, един для всех живых организмов – от растений до людей. Чтобы узнать, каким образом биологические часы способны управлять такими вещами, как содержание гормонов, температура тела и обмен веществ, меняющиеся в зависимости от времени суток, мы обратились к профессору Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Ну, механизмы биологических часов долгое время были неизвестны, поскольку существуют эндогенные механизмы, то есть они внутри клетки осуществляются, и при этом есть еще экзогенные стимулы внешние, которые синхронизируют эти эндогенные ритмы. То есть, как правило, солнечный свет, освещение, длительность дня – это есть вот этот внешний механизм, который синхронизирует эндогенные ритмы и уже экзогенные ритмы. Значит, вот эти ученые, которые получили Номельскую премию, они работали на мухах, но это генетически очень легко исследуемый объект. Чтобы разобраться, каким образом всего лишь один ген способен повлиять на весь ритм работы живого организма, попробуем заглянуть в саму историю. Еще в 70-е годы был найден ген, контролирующий циркатные ритмы утерцопил, и назвали его период. Лауреаты премии смогли изолировать данный ген и обнаружили закодированный в нем белок. Загадка генов в том, что закодированный в нем белок накапливается исключительно по ночам. А самое интересное то, что по его концентрации можно судить о времени суток. Значит, эти гены, их концентрация периодически накапливается в клетке. Вот чем больше их концентрация, затем они начинают тормозить свой собственный синтез. То есть регуляция накопления этого белка, она осуществляется по принципу обратной связи. То есть концентрация растет, и эта концентрация затем тормозит синтез этого же белка. И вот целый ряд таких белков, их уже более сотни обнаружены, контролируют различные процессы. Также ученые нашли признаки того, что несоответствие образа жизни человека и его биологических ритмов могут привести к повышенному риску заболеваний. Циркатные ритмы регулируют самые разные аспекты жизни нашего тела, в том числе и на генетическом уровне. Некоторые гены активнее по ночам, некоторые днем. Благодаря открытиям лауреатов 2017 года биология циркатных ритмов превратилась в обширную научную дисциплину. Но вот вопрос о том, каким образом белок попадает в ядро клетки, по-прежнему остается открытым. Аделя Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставайтесь с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok